Уважаемые телезрители, добрый вечер. Парламент сегодня вспомнил наконец о сложной эпидемиологической ситуации в стране и об отсутствии полноценного правительства. Депутаты предоставили Кабинету министров дополнительные полномочия по преодолению пандемии коронавируса. Сегодня пятница. Я, Анатолий Голя, об этом, но и о ситуации в стране в целом, об экономике, социальных вопросах поговорим сегодня. У нас в гостях исполняющий обязанности премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чукой. Добрый вечер. Также исполняющий обязанности министра. Добрый вечер. Очень рад быть приглашенным в вашей студии и, как говорится, в ваших руках. Мы давно хотели поговорить с министром иностранных дел, но сложилась так ситуация, что поговорим и с премьер-министром. Скажите, вы уже... Я сегодня говорил с одним из ваших коллег, и он мне напомнил, что это уже третий случай, когда министр иностранных дел исполняет обязанности премьер-министра. Да, это так. Если я не ошибаюсь, первым министром иностранных дел, который принял бразды правления исполняющего обязанности премьер-министра, был Юрий Лянко. Так. В 2013 году? Да. А затем еще Наталья Герман. В 2015 году? Я еще помню, что в 2009 году Андрей Стротан отказался исполнять. Ему поручали, он был вице-премьером, но отказался. Но этого не знал. И тогда назначили министра юстиции. Ну вот получается так, что волею судьбы я в третий министр иностранных дел, который исполняет обязанности премьер-министра. Но вы уже больше, чем ваши коллеги, потому что Юрий Лянко был полтора-два месяца, и Наталья Герман тоже около двух месяцев лет. Мне кажется, три. Ну, два-три месяца. Вы уже больше. К сожалению. Что вы обнаружили нового, чего вы не знали о стране, о ситуации, о политическом классе, став исполняющей обязанности премьер-министром? Очень многое. Я буду честен с вами и с телезрителями. Вы знаете, что меня, во-первых, удивило, когда я первый раз вошел в кабинет премьер-министра? Это то, что та информация, которая ставится на стол премьеру, она совершенно другого характера, чем та информация, к которой я привык, будучи министром иностранных дел и европейской интеграции. В смысле? В том плане, что, руководя молдавской дипломатией, как-то так получалось, что мы очень хорошо знаем все, что курсирует на внешнем плане. И внутренне мы можем только догадываться, исходя либо из неофициальной информации, либо из той информации, которую мы черпаем из медийных ресурсов. Но, входя уже в должность, исполняющая обязанность премьер-министра, это совершенно другая информация. Это то, что позволяет более обширно воспринимать и понимать те процессы внутренние, которые происходят в Республике Молдова. И это дает возможность принимать те решения, которые, надеюсь, в правильном русле. – Ну, вот про пандемию коронавируса вы точно, будучи министром иностранных дел, знали меньше, и это вас касалось в меньшей степени. – Ну, я бы с вами не согласился. – Может быть, в том, что касается отношений с внешними партнерами. – Абсолютно, мы были вовлечены. – Помочь, получить вакцину, получить помощь, которую предоставляли. – Абсолютно, да. – Но что касается управления ситуацией внутренней, это, конечно, касается правительства и Министерства здравоохранения. У нас ситуация, ну, прямо скажем, плачевная, сложная, кризисная. – Плачевная, я бы не сказал, но сложная, да. – Сегодняшних данных еще не было на начало передачи, мы в прямом эфире, но по состоянию на вчера было инфицировано 200 124 человека, 175 вылечилось, 4220 скончалось. И вчера впервые за все время мы имели более 20 тысяч активных случаев, что очень много, имели более 4200, кажется, госпитализированных, при том, что официально в больницах было меньше мест. И вот вопрос, могу даже задать вопрос телезрителя, Елена Раду спрашивает, прошел ровно год со дня официального объявления ввозом пандемии коронавируса, каких результатов добилась Молдова за это время, чему научились, какие выводы мы сделали? – Ну, во-первых, пандемия выявила те слабые места, которые всегда у нас были в области здравоохранения, но к которым очень мало государственных служащих присматривались. То, что у нас область здравоохранения вообще становилась с каждым годом чем-то подобным бедному родственнику, вот сейчас мы пожинаем плоды того отношения со стороны правительств в множественном числе к области здравоохранения. – За все 30 лет, скажем прямо. – Давайте будем честны. Действительно, за 30 лет независимости Республики Молдова к здравоохранению отношение было не самое приоритетное. К сожалению. Соответственно, пандемия выявила все те болячки, которые в целой отрасли должны были быть давным-давно излечены. То, что пандемия наложилась на уже хромающую систему здравоохранения, естественно, дало дополнительные сложности управлением этой пандемией. Извините за тавтологию. Поэтому и во время правительства ее на кику, и тем более сейчас, во время уходящего правительства, потому что мы исполняем обязанности правительства, очень сложно поддерживать работающую, хорошо работающую систему здравоохранения. И позвольте мне воспользоваться этим случаем, чтобы еще раз сердечно поблагодарить и низкий поклон всем врачам, которые действительно 24 часа 7 дней в неделю на первой линии и борются за жизнь наших сограждан. Поверьте, это совсем нелегкий труд. С другой стороны, мы прилагаем все возможные усилия, чтобы поддерживать работающую систему здравоохранения на должном уровне, не дать скатиться ниже. И сейчас самая главная задача не только этого правительства, а, повторюсь, уходящего правительства, но любого другого правительства, которое полноправно придет и займет кабинеты в правительстве Молдовой, работать, первое, на уменьшение этой волны коронавируса, с которой мы сейчас сталкиваемся, с которой мы сейчас боремся. И второе, абсолютно необходимо начинать работать по усовершенствованию, по модернизации, по реформированию системы здравоохранения в целом. Без этого, и поверьте мне, ковид – это только начало. Я вас уверяю, что из-за глобального потепления, из-за того, что на северном полушарии тают огромные пласты фроста, могут высвободиться огромное количество дополнительных бактерий, которые сто тысяч, больше, несколько сот тысяч лет пролежали в замороженном виде в этих пластах. И человеческий организм совсем не знаком с этими бактериями. Поэтому нельзя исключать, что, возможно, человечество в ближайшем будущем столкнется с новыми эпидемиями, поэтому мы должны быть готовы к отражению все новых и новых болезней, вызовов в этом плане. Это должно быть абсолютным приоритетом. Мы должны, наконец-то, повернуться лицом к нашим врачам, к этой целой отрасли и начинать планомерно работать по усовершенствованию, по модернизации всей системы здравоохранения Республики Молдова. Делать все необходимые вещи, чтобы прекратилась утечка врачей, потому что вы прекрасно знаете, что очень много врачей уезжают из Республики Молдова. Вы прекрасно знаете, каковы тяжести, чтобы убедить молодого выпускника мединститута выехать куда-то, либо в районную больницу, либо еще, не дай бог, в его интерпретации, в сельский медпункт. То есть, это все нужно продумать системно, предложить выпускникам такие льготы, чтобы это действительно было привлекательно для молодых специалистов, чтобы они массово выезжали на работу в районные больницы и также в сельские медицинские. Для начала, чтобы они массово не выезжали за границу хотя бы. Абсолютно. Господин Чукой, я согласен с вами, я пролежал 10 дней не так давно в больнице, видел все это своими глазами, поэтому кто не верит в ковид, можете дальше не верить, но берегите себя и берегите своих родственников, близких и просто людей, соблюдайте все меры предосторожности. Что касается мер безопасности в условиях пандемии, я заметил на прошлой неделе достаточно противоречивые решения чрезвычайной комиссии, которую вы возглавляете. Сначала запретили работу торговых центров, запретили хождение транспорта в Кишиневе, еще какие-то ограничения. Потом, перед 8 марта, из-за протестов работников торговых центров, все разрешили, транспорт разрешили, вечером все гуляют, ходят. Мы видели на 8 марта, что и ночные клубы работали подпольно. Я вспоминаю, что было год назад в это время. Чуть позже, 16 марта, объявили чрезвычайное положение. И мы помним все, начало апреля или конец марта, когда бронетранспортеры с пулеметами, с пушками стояли на улицах, чрезмерно, по-моему. Больше шаг не было, насколько я помню. Было, было, было. Все было. Все было тогда. Министр внутренних дел тогдашний перестарался. И помним, как людей штрафовали на 22 тысячи за то, что гуляют в парках. А сейчас такое впечатление, что пандемии не существует. Хотя количество случаев увеличилось в разы. Болезнь, я разговаривал с врачами, болезнь протекает гораздо более сложно, длительно. Это другой штамп, другая, мы поговорим. Что, почему вы вот такие противоречивые действия? Объясняю. Ну, во-первых, чрезвычайная комиссия не запрещала общественный транспорт. Мы рекомендовали муниципальные комиссии, чрезвычайные города Кишинева, муниципия Кишинева, чтобы они рассмотрели возможность прекращения работы общественного транспорта в городе Кишиневе. Почему? Потому что все врачи, все специалисты утверждают, что есть два серьезных очага распространения коронавируса. Это общественный транспорт в больших городах и это система образования. Вот это две составляющие, которые позволяют очень быстро распространять коронавирус. В том, что касается коммерческих центров, да, действительно, это правда. Мы запретили в одно время работу этих центров из-за того, что там просто стало невыносимо контролировать поток людей, которые входили в эти торговые центры. Но администрации этих торговых центров неоднократно обращались в правительство. И даже у нас были заседания совместные с администрациями этих торговых центров, которые обещали торжественно, что они будут придерживаться тех санитарных норм, которые прописаны для работы торговых центров в условиях пандемии, что будет для каждого посетителя торгового центра сохраняться 4 квадратных метра свободного пространства от одного к другому, что будут все санитарные нормы обеспечены и так далее, и так далее. Соответственно, поверив обещаниям администрации торговых центров города Кишинева, в виде исключения мы им разрешили доказать, что они способны проверять и соблюдать те санитарные нормы, которые прописаны в условиях пандемии в торговых центрах. И рынков то же самое касается? Абсолютно. То же самое, если вы припометаете, было решение Цвященной комиссии по ограничению на 50% пассажиров в общественном транспорте. То же самое, если вы помните, маршруточники собирались бастовать, и даже один день они бастовали, не ездили. Тоже была встреча, тоже были очень-очень тяжелые... Общественный транспорт, я не знаю, как междугородний, но общественный транспорт до сих пор переполнен. Абсолютно. Особенно в Часыпик. И это в условиях, когда школа закрыта на каникулы сейчас, еще на этой неделе. Поэтому мы пытаемся... Понимаете, в чем вся проблема? Проблема в том, что наше общество перестало бояться ковида. Да. Убедить очень сложно. Убедить очень сложно. Все специалисты, даже включая специалисты Всемирной организации здравоохранения, говорят, что в принципе те меры, которые предусматривают решение Чрезвычайной комиссии, они правильные. Вопрос в обеспечении, соблюдении этих мер. Я вам скажу, объявлений на улицах у нас нету больше. Уже есть. Которые были, я не слышал. Уже есть. Объявлений в магазине нету в магазинах. В прошлом году, в продовольственном, весной прошлого года, чтобы зайти в продовольственные магазины, выстраивались очереди на улице. Метр, два. Мне очень нравилось. Хотя приходилось постоять. Но было ощущение цивилизации, что весь мир вот так. Было ощущение, что есть солидарность в обществе. Да, и солидарность в обществе. Я знаю, что в Германии ограничено количество тележек в магазине. Нет тележки – не заходишь. То есть рассчитано из количества квадратных метров. У нас, мы говорили про торговые центры, но в продовольственных магазинах просто столпотворение. Вот в это время сейчас пойти. Абсолютно. Поэтому наша задача сейчас – принять все необходимые меры, чтобы соблюдались эти ограничительные меры по отношению к борьбе с коллегами. Школы, детские садики с понедельника работают, не работают. Потому что родители возмущаются, говорят, что это не опасно. Но специалисты говорят, что дети, в том числе маленького возраста, они являются переносчиками. Они не болеют, но являются переносчиками. Болеют учителя, болеют воспитатели в детских садах. Вы знаете, для того, чтобы принимать радикальные меры, нужна необходимая установка, установить чрезвычайное положение. Вот в этом случае, в случае чрезвычайного положения, даже у исполняющей обязанности правительства появляются необходимые рычаги для того, чтобы действовать более решительно и принимать более решительные меры. в условиях, когда в Республике Молдова правительство, уходящее, исполняющее обязанности, у которых нет тех полномочий, которые должно иметь и нормальное, полноправное правительство, очень сложно принимать быстрые решительные меры. Нам нужно постоянно это все координировать с другими ветвями власти в государстве. Будь то парламент, будь то президентура и так далее. Сейчас, на данном этапе, наша главная задача обеспечить полное соблюдение действующих ограничительных мер. Не соглашусь. Это можно даже решить на уровне местных органов власти. Даже муниципальная комиссия Кишинева. Чрезвычайная комиссия правительственная имеет все полномочия для этого. Спустить указания сверху вниз. И они должны выполняться. Вы прекрасно помните, что сколько раз саботировалось решение национальной комиссии на местном уровне. Были случаи. Были случаи. Немного, но были случаи. Тот же случай в Бельцах. Некоторые случаи непосредственно в городе Кишиневе. В том, что касается детских садов и школ. Вы видели, что мы буквально на полторы недели отправили детей... Продлили каникулы. Продлили каникулы, да. Это уже было заметно по напряженности общественного транспорта города Кишинева и не только. Но у нас есть юридические проблемы в этом плане. Детские сады не закрывались, они продолжали работать. Сейчас у нас дилемма. Что мы по закону обязаны хотя бы возвращать в школы начальный класс. Почему? Потому что согласно образовательному кодексу, если ребенок до 10 лет остается дома, с ним обязательно должен быть один из родителей. И вот это условие, к сожалению, при отправке всех школ на онлайн обучение... Выполнить сложно. Выполнить не то, что сложно, фактически невозможно. Родители не работают. Либо только в случае, если один из родителей не работает. Поэтому сегодня чрезвычайная комиссия приняла решение, что с 16 марта возвращаются в школы только ученики начальных классов. Первый и четвертый класс. При жестком контроле администрации школ, при жестком контроле местных органов управления. Это со вторника? Это со вторника. Потому что дети находятся сейчас на каникулах, включая 15 марта, это понедельник. И мы делегируем права местным чрезвычайным комиссиям, для того, чтобы они сами автономно решали, в зависимости от коэффициента, инфекционного коэффициента в том либо ином районе, самим решать, закрывать школы или нет. И вы прекрасно видите, что уже есть в Чемишлийском районе красная зона объявлена. 11 районов было. Поэтому это тоже одна из эффективных мер делегировать право закрытия школ районам, местным органам самоуправления. Почему? Потому что есть села, есть районные центры, где положение пандемии не так сложно, не так драматично, как в больших городах. Соответственно, нет смысла закрывать полностью всю страну. Школы я имею в виду. обязывая даже те школы, в которых уровень заражения не таков высок, как в других регионах, в других школах. Понятно. У нас короткая реклама, после которой мы продолжим. Поговорим и про вакцинацию, и про полномочия правительства в отношении пресечения пандемии. Оставайтесь с нами через несколько минут. Мы вернемся в прямой эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова